Всем привет! Днепр на связи. 10 августа, 13.26. И что у нас, друзья, на повестке дня? Интриги, скандалы, расследования, сплетни и все другое, что можно услышать на этом канале. Давайте по порядку. Ну, ночь у нас прошла спокойно, без сигнала воздушной тревоги. И к данному моменту у нас тихо. Слава тебе, Господи! И глава областной военной администрации, в свою очередь Сергей Лысак, рассказал, что все-таки в течение ночи наносились удары. И эти удары были по Никопольскому району. На сам Никополь, Червоногригорьевскую и Миревскую громады были направлены на дроны Камикадзе и тяжелая артиллерия. Двое людей пострадали. Я в предыдущем видео рассказывал, кто смотрел. Паренек, полтора годика, и девушка, 21 год. Остальная территория области без прилетов. Константиновка, друзья. Там, на данный момент известно, уже у 14 погибших. Среди них могут быть трое детей. Ну, вот такие дела. Ранено 43 человека. Поисково-спасательная операция остановлена из-за угрозы повторных обстрелов. Эта информация на утро, я думаю, что на данный момент она уже восстановлена и продолжается. Что еще, друзья? Вот помните, жаловался вам на... И показывал когда-то видео, что ночью ездит машина, которая чистит асфальт. Она ездит туда-сюда, туда-сюда. И я возмущался, что я не вижу сейчас смысла в чистке этого асфальта. Ну, реально, это не имеется сейчас никакого смысла. Причем, той машиной там щетки даже не касаются асфальта. Это понятное дело, что просто списывание денег. И сегодня жители нашего города жалуются, что с 22.30 до 4.30 утра... Короче, в одной части нашего города, не буду по улицам называть, но вы вдумайтесь, автомобиль, который чистит дороги, ездил беспрерывно по этой траектории, там даже карту начертили, не останавливаясь, 300 метров туда-сюда, туда-сюда, 6 часов. Вдумайтесь, зачем это делается? Понятное дело, что выделяются очень большие деньги, но вот это типа чистку асфальта, и он просто катается, разъезжает бензин. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это вообще приколы нашего городка. Что дальше, друзья? В Никополе украли ребенка с больницы. Предварительно в семье сейчас идет процесс лишения родительских прав. В это же время ребенок находился в стационаре в Никопольской детской больнице. 9 августа биологический отец ребенка пришел проведать сына и забрал его. После этого исчез ребенком в неизвестном направлении. Такие дела. И в Днепровском районе, друзья, погиб мужчина. Пожар случился в селе Дмитровка. Возгорание в частном доме на площади 10 квадратных метров. Но этого было достаточно для того, чтобы уже достали обгорелое тело. Скорее всего, распить алкогольных напитков, сигарета, кровать. Стандартная схема. А в Павлограде задержали двух грабителей. Первый пришел 1 августа к знакомой домой, к потерпевшей. И попросил позвонить знакомому. Когда женщина достала телефон, грабитель выхватил из рук и убежал. А второй тоже 1 августа вытянул телефон с кармана прохожего. Вот такие дела. И бренд Вилли Чавария, друзья, удивляет. Выпустил коллекцию мужского нижнего белья. Ну, грубо говоря, трусов. С дырками, плямами, мочи и пота. Цена вопроса 300 долларов. И там реально все грязное. В дырках водают, да? Вот это цевропейцы. Ох, дурдом, падла. Что творится, а? Трусы с дырками. Ну, идите на барахолку куда-нибудь. А еще, друзья, провели исследование. Мужчинам с бородой доверяют намного меньше. Результаты опроса показали, что бородачам доверяют только 13% опрошенных. А паренькам с гладко выбритым лицом верят в 3 раза больше. Сейчас пойду бриться. Не брился. 2 недели. Пойду сейчас побреюсь. В люди доверять не будут. Что дальше? Сейчас, друзья, будут выписки как с украинского информпространства, так и с российского. Потому что продолжается какая-то ваханалия в Курской области. Я ничего не понимаю, поэтому пишите сами в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам предоставлю информацию. Поехали. Село Плехово. Зашли в СУ. Российские военкоры сообщают, что вот село Плехово вошли в СУ. В Курской области, это вот уже украинский информпространство сообщает, что в Курской области в наступательной операции берут участие бывшие осужденные, проверяют себя на высоком уровне. Парни очень мотивированы. Вот так вот. Зэки, короче, воюют на стороне Украины в Курской области. Также утром была информация в украинском информпространстве, что в СУ заняли село Порос в Белгородской области. Но подписали, что информация требует подтверждения. Дальше. Вашингтон-Пост сделала статью. Украине нужно получить разрешение бить американским оружием по РФ. Иначе ее войска будут отступать быстрее с Курской области, чем это необходимо. Если Вашингтон даст разрешение, то Ф-16 смогут разрушить любые планы по контратаке РФ в Курской области. Далее, друзья. Вашингтон-Джорнал с ссылкой на американских представителей пишут, что США до сих пор не знают цель нападения Украины на Курскую область. Лукашенко сделал интересное заявление. Президент Беларуси о нарушении воздушного пространства со стороны Украины. Неприятно то, что украинцы, как я Вас и предупреждал много раз, этим самым показывают, что никакому миру они не готовы продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров. 30-35 уже сегодня. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься. Но никуда не денешься. Я думаю, что эта провокация еще долго будет обсуждаться в СМИ. Но чтобы не было опять инсинуаций разного рода, я проинформировал о том, что произошло. Это лишний раз говорит о том, что мужики, что нам надо здесь на земле трудиться, не покладая руки, давать соответствующие результаты для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня в Украине. Резюмировал Александр Лукашенко. Также сказал, что украинский дрон залетел в воздушное пространство Белоруссии. И вот так. Ну, что ты не рассказал? Вот так от меня выписка. Как шахеды, герани, пролетают в воздушном пространстве Белоруссии. Давайте здесь быть объективными, конечно. Что дальше, друзья? Я видео увидел, как в Москве два мужика крутят деда в троллейбусе, орут ему на выход дедуль, фашист, матюками. Короче, избили деда 87 лет вроде бы за то, что он назвал вагнеровцев убийцами. Так это или не так, ну, видео есть. Крутят мужики, реально, деда жалко, чтобы он не сказал, ну, вот деда крутите, два лося. И некому заступиться. В троллейбусе никто не отреагировал на то, что вот так деда крутят, представляете? То есть, очень печальная ситуация. Дальше, друзья, тоже российский источник, записки ветерана. Под прикрытием артиллерии ВСУ зашли в населенный пункт Пороса, Грайворонский городской округ Белгородской области. То есть, получается, что вот российские источники подтвердили эту информацию. Далее, друзья, землю накрыла магнитная буря очень мощная. Она будет идти три дня. Так что будьте бдительны. И тоже издание Forbes сделало статью, указали, что ВСУ в Курской области применили новую тактику использования дронов и РЭП, что стало одним из основных факторов успеха наступления в первые дни. Украинские военные сначала сбили экран российских разведывательных беспилотников самолетного типа, фактически ослепив командиров. А потом на передовую были выдвинуты постановщики помех ближнего действия, запрограммированные на основе данных, ранее полученных от разведки радиоэлектронной борьбы. В итоге, российские войска, по крайней мере, первое время не могли использовать дроны ни для разведки, ни для корректировки огня, ни для ударов по технике и по живой силе ВСУ. А украинские войска смогли насытить небо целыми роями ударных FPV-дронов, которые летели непрерывным потоком. Такая вот информация. Что еще? Министр обороны России Белоусов за последние дни трижды пытался дозвониться до главы Пентагона Остина, но тот не берет трубку. Наступление Украины в Курской области получило зеленый свет от союзников, сообщает издание Политико. Быстренько выгнать их не получится. В Госдуме призвали россиян пока не ждать возвращения территории в Курской области. Не знаю, насколько это правда, опять же, с российских источников. Далее, друзья, режим контртеррористической операции вводится в Брянской области в связи с повышенным уровнем диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Об этом сообщают российские источники. Этот же режим введен также в Белгородской и Курской областях. Кстати, сегодня многие источники запостили информацию, что Беларусь на границе с Украиной также внедрила режим контртеррористической операции. Но это новость, друзья, фейк. Она еще от 15 февраля 2024 года. Не ведитесь. А вот и тревога. Подлюка. Как и плотва. Ну что? В принципе, все. На этом останавливаемся. Тревога страшна. Я перехожу в укрытие, друзья. Берегите себя. Будьте осторожны, бдительны. Всем спасибо за внимание. И до нового выхода на связь. Помните, что Бог любит вас. Бог любит вас.